Герои дня собрались заранее. Они представляют разные профессии. Всех объединяет чувство высокой ответственности в работе, уважительное отношение к нашим законам и бесспорная любовь к родному краю. Многие знакомы были героями наших репортажей. Прием проходит за праздничным столом. Вначале Александр Георгиевич поздравляет всех с успехами в труде. Мне очень радилось сегодня видеть на этом приеме. Я думаю, что вручу сейчас свидетельство о том, что вы решением Совета депутатов занесли мне. Я думаю, что это будет у вас в памяти, в ваших семьях. Потому что благодаря вам и хорошие показатели у нас в Одинцовском районе, вы прекрасно понимаете и знаете все эти цифры. И в прошлый год впервые в истории бездефицитный был Одинцовский район. И те программы, которые сейчас мы намечаем. Александр Георгиевич делится последними новостями. На правительстве Московской области им удалось отстоять право учреждения здравоохранения оставаться муниципальными. Сейчас решается вопрос о судьбе малокомплектных школ. Вчера президент сказал, что не уходим один час для детишек в физкультуру. Ну, народ поплодирует, депутаты поплодируют, как хорошо. Но теперь для этого часа физкультура мы должны построить новые спортивные залы, новые и так далее. Хорошо мы сейчас в Одинцово в этом году, дай бог, может, в начале следующего сдадем 20 тысяч квадратных метров спортивных сооружений при университете. И туда всех детишек наших, чтобы они там занимались, там будем праздники какие-то устраивать, еще что-то и районные и так далее. Как-то может быть этот вопрос снимем. Начинается церемония вручения дипломов. Каждому от главы свой наказ. Геннадия Анщукова он поздравил. В Заречье будет строиться уникальная музыкальная школа. Обратил внимание педагога Светлана Говенев. В этом году как никогда будет много первоклассников, а выпускников в два раза меньше. Осведомленность главы поражает. Кубинское предприятие «Веломоторс», говорит, становится всероссийским, выпуская сегодня 160 видов велосипедов. По каждому направлению у нас есть какие-то результаты, есть гниги, и это все ваше. Глава предлагает всем подойти к доске почета, посмотреть на себя и сфотографироваться на память. Думается, информация главы о решении правительства области не менять статус учреждения здравоохранения в Одинцовском районе для Петра Ивановича Жулега имеет непраздное значение. Масса тех вопросов, которые решаются за счет руководителей муниципальных образований, за счет Совета депутатов муниципальных образований, если это все потерять, здравоохранение может испытать большие трудности. Светлана Геннадьевна Пермякова приглашает свое хозяйство на заготовку кормов. Результаты у нас хорошие. Воловка у нас прошла неплохая. И качество молока на высшем уровне у нас идет. Почти по 100% высшего сорта. Я хотела бы выразить огромную благодарность и нашему генеральному директору, нашему коллективу и администрации Одинцовского района за оказанное доверие и за этот почет, так сказать, и за этот диплом. Спасибо большое всем. Это все приметы сегодняшнего дня. А вот доска почета из 20-го века, советского прошлого. Я считаю, что в старых добрых временах, откуда мы выходцы с вами, были очень хорошие традиции, были очень хорошие отношения к работникам, тем людям, которые создавали конкретное благо для всего нашего общества. Мы проводили, помните, и слеты доярок, и по направлениям все. Я думаю, что это правильно, что у нас это осталось. То есть люди работают в различных отраслях народного хозяйства, и они заслуживают того, чтобы люди знали, как они хорошо работают, потому что привыкли в последнее время говорить о том, что налоги, налоги, налоги. Но вот как раз они зарабатывают эти налоги. То есть нужно отвечать, что благодаря тому, что они хорошо работают, такие результаты в районе есть. Галина Поликарпова, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.